Стойте, 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 подождите, пожалуйста, пока меня не сожрал динозавр, пожалуйста, дайте мне 30 секунд, подпишитесь на этот канал, обязательно поставьте этому видео лайк, также не забудьте написать комментарий четырех слов, чтобы продвинуть это видео рекомендации ютуба, ну и все, я пошел, пока. Всем здоровый народ, сегодня шестая часть рубрики карьеры за московский Спартак, сегодня я немножко в черном, потому что такое настроение, дерьмовое. А почему дерьмовое, потому что после пятой части, глядя на себя со стороны, я просто понял, что я превращаюсь в определенного рода психа, и образ Джокера теперь на меня клеится действительно легко, прям, вот реально легко. Чтобы сегодня такого не было, я должен максимально просто и спокойно реагировать на все ситуации, поэтому буду стараться максимально сегодня, вот прям, знаете, вот по-фасту, спокойно играть по-фасту, я зачем-то сказал по-фасту, я должен был сказать на релаксе. Короче, сегодня мы с вами закончим период трансферного окна, да, сегодня последний этап трансферного окна. После пятого выпуска, я думаю, что уже многие поняли, кого я приобрел, кого у меня получилось купить из кумиров, одного человека, но при этом задачу руководства мы так и не выполнили, мы не подписали правого защитника, поэтому давайте прямо сейчас подпишем правого защитника ту задачу, которую нам поставил руководство. В противном случае нас просто могут уволить, а это нам точно не нужно, поэтому давайте прямо сейчас продолжать. И также сегодня будем играть ответный матч к квалификации Лиги Европы УЕФА и стараться пробиваться в групповой этап этого турнира. Запасайся чайком, запасайся конфеточками, вот у меня их, смотрите, как много, держись, даю тебе, дарю просто четкие конфетки, как сказал бы Кнутсон, я забираю этот денек и давайте приступать. Перед началом ролика обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал Дядя Некит Эрми. Да, я перенавал, чтобы вам было проще меня искать английскими маленькими буквами Дядя Некит Эрми. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Армия Дяди Некита, вам будет очень приятно, мне будет очень приятно, вам не сложно, в общем-то следите за мной, там My Life, там выходит все абсолютно, что связано со мной. Не забывайте, следите, там кружочки, голосовые, инсайды, новости, российский футбол, европейский, не только, в общем, скоро еще как раз чемпионат Европы, будет очень много контента, будет очень много кружочков, будет очень много реплик, в общем-то подписывайтесь, а мы начинаем. Я так и не выполнил ту задачу, которую мне поставил мой зритель или один из моих зрителей, поэтому давайте прямо сейчас ради него я это и сделаю. Я пишу фамилию Фернандо, вот она, мне попросили купить Фернандо и знаете, перед этим выпуском я не буду лукавить, я уже посмотрел Фернандо и честно, я не нашел нашего Фернандо. Тут все Фернандо вообще не наши ребята, абсолютно не нашего полиягодки, если есть какие-то здесь Фернандо, они не те, которые нам нужны, поэтому, к сожалению, Фернандо не получится приобрести, видимо, потому что он в этой Фефе в Китае. При этом при всем, у меня появилась безумная идея приобрести Кафу, он же правый защитник, если он есть в этой Фефе, его нет в этой Фефе, господи. Итак, давайте тогда попробуем приобрести Дани Алвеса, Дани Алвес, он точно должен быть в этой Фефе, по-моему, он здесь играет в Ювентусе. Да, Дани Алвес правый защитник, абсолютно точно. Давайте попробуем приобрести этого футболиста, это великолепный футболист, один из лучших по позиционной обороне и по позиционной атаке, человек, который умеет подключаться к нападению. В случае, если мы перестроим нашу схему на 4-3-3, такой человек нам точно будет нужен. Также после того выпуска, кто смотрел, тот помнит, мы приобрели Гулита, и давайте прямо сейчас, вот он Гулит, воткнем его, причем Гулит, это универсальный футболист, его можно воткнуть вообще на любую позицию. Давайте воткнем Гулита вместо Игнатова, да, Игнатов что-то немножечко, если честно, в последнее время напрягает, очень как-то не очень он играет. Также мне, если честно, не понравился в том матче Гулит, давайте вот Мартинса воткнем, ну и Джона Терри, давайте попробуем Джона Терри вместо Кутепова. Теперь у нас вот такой вот состав, посмотрите, кого мы купили, это просто великолепная команда, и я уже хочу начать за нее играть матч, и сегодня, да, мы будем играть, скорее всего, мы сыграем сегодня два матча. Давайте начнем играть первый матч, и выбираем сразу мячишку, мячишку давайте выберем вот такой вот, Nike Merlin, погнали играть, Локомотив Спартак, Московская Дерби, Димон Мартынов, тебе большой привет, я знаю, что ты смотришь это видео, ты болельщик Локомотива, и давайте, надеюсь, сегодня не будет лагать так, как лагало в прошлый раз, возможно, потому что у меня телефон перегрелся, и вот, мне уже дают сразу играть за Гулита, ладно, так, мне это уже нравится, и давайте просто попробуем, попробуем, постараемся за Гулита. Гулит выполнял, как я уже сказал, важнейшую функциональную задачу в Аяксеринусе Михелса, в его сборной Голландии, и давайте посмотрим, на что способен этот Гулит, в спартаковской версии, на позиции центрального атакующего полузащитника, и тут же он вырезает великолепную передачу на Исекеля Понса, и Исекель Понса забивает первый гол в этом матче, такой быстрый Локомотиву. Добрый вечер, Исекель Понса уже забивал Локомотиву, и делал это не раз, и даже не два, и даже не три в реальной жизни, и сейчас, буквально, начало матча, и Рут Гулит уже показывает, что он не просто так был подписан за рекордные 150-100 миллионов евро, да, действительно, Рут Гулит отдает голевую передачу, это его первый матч за московский спартак, кстати, давайте, пожалуйста, посмотрим, как выглядит Рут Гулит вблизи, я очень сильно хочу посмотреть, как он выглядит вблизи, пожалуйста, ооо, Рут Гулит, посмотрите, ооо, реально он похож, посмотрите, реально Рут Гулит, Охренеть, да, это реально он, геймфейс просто великолепно прорисован, Рут Гулит, добро пожаловать, Спартак, сразу же Россия приветствует этого голландца великолепно, господи, это реально Рут Гулит, охренеть, просто Рут Гулит, один из лучших футболистов по любой позиции, и вот опять Рут Гулит, смотрите, как он видит открывание футболистов моих, и это Вячеслав Кротов, который мог бежать и забивать гол, тем не менее, мне нравится, как мы начали, мы очень агрессивно начали против Локомотива, мой Спартак просто великолепен, так, спокойно, держим зону, не даем соперникам ничего просто сделать, Рут Гулит перекрывает, опять же, посмотрите, обратите внимание на позицию Рута Гулита, то есть он сейчас спустился на позицию центрального защитника, но, к сожалению, Рут Гулит проиграл своего игрока, и тут Георгий Джики, кстати, я хочу посмотреть на на Джона Терри, у меня действительно есть еще Джон же Терри, я хотел бы сказать, и Джон Терри в целом, ну, слушайте, передачу он точно отдал, а это самое главное, его позиция, это не просрать очень все, так скажем, важно, а здесь, к сожалению, уже Кристофер Мартин Спирейра, на которого мы тоже будем обращать внимание, теряет мяч в максимально простейшей ситуации, и Рут Гулит, просто Рут Гулит подчищает Витя Мозас, и спокойно Рут Гулит, ай-яй-яй, я хотел сделать 360 за Рута Гулита, Пуансе проходит, но здесь действительно нарушение правил, соперник неправ, так нельзя, посмотрите, у Локомотива есть свой Рут Гулит, просто он какой-то немножко старенький, ладно, давайте, Георгий Джики, штрафной удар Георгий Джики, я штрафной удар, но это легкая разминка для Марината Гильерми, но Джики я поставил на штрафной удар, может быть, я, кстати, поменяю Джики на Гулита, чтобы теперь у нас Рут Гулит бьет штрафные, но в любом случае, в любом случае, это прям вау, это просто, я, я, я прям смакую каждое действие, каждое, блин, касание У меня, понимаете, даже промеса затмил этот Гулит, вот как он просто двигается по полю, это, это, вот опять, смотрите, вот он оказывается в нужном месте, он только что перехватил мяч Тем не менее, после первого тайма, вы видели владение мячом? Вы видели это? Антирекордное владение мячом, 28% Ну ладно, ребят, на самом деле, мне владение вообще не важно, если мы ведем в счете, какой смысл владеть мячом и не забивать голы, если можно не владеть мячом и забивать голы, объективно же И Рут Гулит снова выдает великолепную передачу на Секелепонсе, но Секелепонсе, к сожалению, здесь не тут, как тут, но Опять же, оценим великолепное действие Руда Гулита, который в этом матче показывает, что я говорю, не показывает, он просто показывает Я не просто так здесь, кстати, может быть, приобрести Федора Смолова? Что думаете? Или уже слишком много футболистов купили? Джон Терри, тоже его первый матч за московский Спартак Кристофер Мастер, тоже его первый матч за Спартак, а Рут Гулит, тем не менее, к сожалению, потерял мяч в этой позиции Но ничего страшного, так, давайте второго защитника, спокойно, чтобы здесь не было каких-то определенных провалов У нас бежит в нападение центральный защитник, я даже не понял, кто это Здесь смещается Кунти Промес и спокойно, просто, ну, мы позиционно обороняемся Мы в этом матче не играем с мячом, то есть это реально очень похож матч на тот матч Спартака и Локомотива Только там счет был 3-0, здесь счет все-таки не 3-0 Так, давайте Кунти Промес, я тоже хочу посмотреть, на что способен этот голландец Чтобы вы понимали, у меня сейчас в составе 2 голландца, я планирую развивать этот голландский вектор Так, Рут Гулит, ай-яй-яй, и здесь Рут Гулит, и здесь Рут Гулит, ай-яй-яй, и Гулит, ай-яй-яй-яй Ну, блин, он уже 3 раза, ай-яй-яй сказал, Гулит, ну, блин, ну, тут такой момент, да 50-50 на Тоненького, и Рут Гулит снова выпиливает, ай-яй, в сайт, блин, ну, тут прям тоже на Тоненького Надо было прям, надо было вообще тоньше играть Ну, в любом случае, матч абсолютно наш, то есть, учитывая, что мы мячом не владеем, мы владеем инициативой А это безумно важно в нашем действии Это, по-моему, Вячеслав Кротов, который видит забегание Куинти Промеса по левому флангу Но Куинти, к сожалению, не попадает И это Гулит, смотрите, он без нарушения правил Без нарушения правил Рут Гулит отнимает мяч и дает передачу Кто это? Это, по-моему, Секель Понсе Понсе бьет поворотом, но, к сожалению, в руки Марината Гильерме мяч попадает Совсем скоро уже близится концовка матча А мы очень-очень-очень хорошо и неплохо идем Джон Терри Ну, Джон Терри выигрывает, конечно, верховой единоборств Учитывая, что у него 72-й рейтинг Джон Терри Хух, минуту судя добавляет Последняя атака в этом матче И эта атака будет за Локомотивом И все, абсолютно все Этот матч был легкой прогулкой Учитывая, что мы рядовой матч провели Победили 0-1 При этом владели мячом максимально мало времени При этом три удара по вороту нанесли В отличие, как Локомотив пробил всего однажды Посмотрим, кто у нас лучший игрок в этом матче А лучший игрок в этом матче У московского Спартака Это Виктор Моза Что удивительно Потом идет Исекель Понсе А потом уже, конечно же, Рут Гулит, ребят Ну, опять же Не просто так этот человек был подписан Ко мне в команду Сейчас давайте посмотрим Получилось ли у нас подписать Дани Алвеса Все-таки нам нужен правый защитник Я понял это по этому матчу То есть где-то хотя бы ротаться Потому что будем играть на три турнира И не всегда будет хватать выносливости футболистам Действительно, задача выполнена Дани Алвес, контракт подписан Мне очень нравилась моя предыдущая команда Но я хочу развиваться и сделать шаг вверх в футбольном мире Я просто не могу отказать вам И мы действительно, Дани Алвес, готовы видеть тебя в нашем клубе И тут же хотят приобрести Дани Алвеса А до Денхак Но мы это не будем делать Илья Кутепов За него предлагают в шелых 61 миллион евро Но мы не согласны Потому что нам нужны футболисты А тем не менее, ответная встреча Лиги Европы УЕФА Посмотрим, выполнили ли мы руководство клуба задачу Да Нам осталось пройти подборочный этап Еврокубков То есть нам осталось всего лишь попасть в пятерку в чемпионате Что сделало ему довольно-таки легко И пройти до полуфинала Лиги Европы То есть в этом сезоне задача Руководство нам ставит задачу на Еврокубки То есть нам не столь важен в этом сезоне чемпионат Ну, для руководства клуба Сколько важны Еврокубки То есть руководство хочет видеть Еврокубок в составе Спартака Не могу отказать им И давайте сейчас последнее сделаем предложение Сделаем Кстати, опять же, помните, про что я вам в той части говорил Что крылья Советов потом видите Что они хотят все-таки его продать То есть я говорю, это вот этот ход конем Когда сначала ты пытаешься купить Они пишут, что мало игроков Мы не будем вам его продавать Потом ты его арендуешь И потом они пишут, что нам все-таки интересно продажа Паршевлюк и его руководство Просто наотрез не хотят, чтобы он переходил в Спартак Потому что это принципиальный соперник Как же так? Ну ладно, давайте перейдем все-таки У нас еще есть деньги И я бы хотел все-таки посмотреть Кого можно все-таки еще приобрести Может быть из российской премьер-лиги К сожалению, никого Так Может быть, свободным агентом можно кого-то купить Тоже, к сожалению, никак Ладно, я понял Давайте тогда Тогда, тогда О, кстати, вот Любой из любой лиги Европы Да ладно, тоже нет свободных агентов Охренеть Почему так? Вот, отлично Так, Кай Хаверц Нихрена себе Кай Хаверц Еремина Вахрман То есть нам голкиперов предлагает Батленд Мартинос Лиссандро Это центральный защитник из Аякса Представляете, какие футболисты великолепные Филиппе Луис Это тот самый Филиппе Луис, насколько мне известно Да? Да, это тот самый Филиппе Луис Это бразилец И, слушайте, я готов подписать этого товарища Московский Спартак За скромные 27 миллионов евро Учитывая, что он давно уже, так скажем, не молодой Так, я бы хотел, на самом деле, подписать еще какого-нибудь голландца Да? Давайте прямо сейчас я сделаю это Я найду сейчас голландский чемпионат Мне нужен еще хотя бы один-два голландца Это прямо было бы вообще здорово, если бы дали бы мне возможность еще подписать какого-нибудь голландского игрока Давид Нерос По-моему, он не голландец По-моему, он бразилец Насколько мне известно Окей, Душан Тадич, Мартинес, Ван Дебек Кстати, Донни Ван Дебек О! Юрит Хендрикс Юрит Хендрикс Хендрикс, старый знакомый Московский Спартак уже когда-то пытался его подписывать И давайте попробуем реабилитировать карьеру Юрита Хендриса только уже в Фифе И постараемся в Фифе сделать так, чтобы Хендрикс заиграл Потому что, если честно, он мне очень сильно импонировал в моменте в Спартаке Даже когда он был Казалось бы, что вот-вот и все сейчас будет отлично Мазрауи Давайте, ладно, последнего голландца Потому что я боюсь, что у нас сейчас по бабкам будут большие проблемы Мы будем прям жестко проседать Прям жестко Давайте, блин, нам нужен По сути, нам нужен Гу Стиль Но я боюсь, что его в этой Фифе нету Севен Ван Дебек Нет, класс Блин, нам нужен хотя бы еще какой-нибудь такой, знаете, топовый прям игрок Но желательно О, да ладно Вот, я нашел его Я его нашел Пацаны, Робин Ван Перси Кто помнит Робина Ван Перси? Вот оно Красавчик Робин Тот самый Робин из Юных Титанов Вперед, Cartoon Network Кто мультик смотрел, тот поймет, о чем я говорю За 20 миллион евро Пожалуйста, Робин Ван Перси Я прошу тебя Перейди в московский Спартак Я хочу тебя увидеть в этой команде Я хочу тебя увидеть в этой команде Робин Ван Перси Возможно, последний год и как раз-таки он будет Вячеслав Караваев Это тот, который сейчас зенит и охренеть Нихрена себе Так, Павел Фернадос Я думаю, все, на этом достаточно Мы неплохо так поработали над трансферами Давайте сейчас сыграем ответную встречу Лиги Европы UEFA И наконец-таки закончим на этом Сегодняшний яркий, великолепный выпуск Ставим мяч чем-то похожий на Лигу Европы Вот этот вот Adidas Telstar Что-то есть на Лигу Европейскую похоже Но не совсем Лужники нас приветствуют И давайте сегодня постараемся просто не проиграть Опять же, моя серия без поражений идет Мы ни разу не проигрываем Ясная солнечная погода Приветствуют Лужники Великолепный состав Великолепная команда Великолепные футболисты И эта команда вот сейчас Я уже с уверенностью могу сказать Когда я избавился от балласта Что эта команда способна выигрывать Даже Еврокубок И давайте посмотрим, на что она способна Вячеслав Кротов Кстати, я, блин, ставил себе задачу воспитанников подписать В итоге выбрал голландский вектор И чуть-чуть еще иностранцев Ну ладно Давайте на следующем трассовном окне Постараемся подписать воспитанников побольше Здесь все-таки мы делаем задел на чемпионат Побольше оторваться надо И на кубок немножечко Пытаемся как-то тоже его Этот задел придумать Сделать Передача на Вячеслава Кротова Вячеслав Кротов Что будет делать Вячеслав Кротов Он видит Руда гулит А Руд гулит, бьет по воротам И, кстати, в твор попадает И это великолепно То есть здесь сейчас Нам даже в целом 0-0 устраивает По такому матчу Потому что мы сделали великолепный задел В гостевой встрече Когда победили 2-0 Этот Поган Если это раунд в плей-офф То я думаю, что мы уже В Лиге Европы В групповом этапе Будем играть Потому что это довольно-таки просто Руд гулит бежит Руд гулит Проходит Делает марсельскую рулетку Руд гулит еще раз проходит Руд гулит бьет по воротам И забивает гол Руд гулит Поздравляю, Руд гулит Первый забитый мяч Второй номер Блин, что за номер? Почему такой плохой номер? И я просто делаю браво этой команде Я теперь понимаю, почему Ленус Михелс вообще практически не нервничал Потому что когда В твоем составе играют такие профессионалы То твоя задача Это просто сидеть на скамейке запасных Курить сигареты И Просто кайфовать от футбола Посмотрите, что творит этот Руд гулит Я даже ничего сверхъестественного не делал Щурли в такой ситуации Бил просто куда-то в тратарары Такие А Руд гулит на этом месте Даже когда во вратаря попал То есть удар, если честно, был вообще плохой Но то, что это Руд гулит И мяч залетел в ворота Тем не менее Второй матч Руда гулита за Спартак И второй подряд результативное действие За московский Спартак Исполняет Руд гулит Я просто наслаждаюсь его игрой Если честно, ребят Я прям кайфую Это максимально универсальный футболист Один из лучших футболистов в истории футбола Я думаю, что сейчас со мной точно Многие согласятся Увидя это видео на рейтинге Представьте, что три ворота Если телефонка делает счет 2-0 А по сумме двух встреч И вовсе счет становится 4-0 Это разгромный счет Это максимальный вынос Это максимальная комбинация И сейчас, я еще раз говорю Видите, у меня даже настроение уже совсем другое То есть не то, что это было раньше Сейчас спокойно мы выносим просто соперников Причем, я говорю, мы в целом Ничего сверхъестественного не делаем То есть мы делали так же, как играли вот тогда Просто появились люди, которые готовы биться за ромбик Которые готовы зарплату свою, так скажем, отрабатывать Я говорю, Вячеслав Кротов тоже Вот сейчас голевая передача Мог, в принципе, сам бить Но среагировал просто великолепно Поэтому браво, просто браво Даже сказать нечего То есть команда играет Я наслаждаюсь Каждая линия, каждая зона не приседает Все очень четко Единственный момент, который, возможно, меня сейчас напрягает Это то, что у меня Витя Мозес И, кстати, неплохо Посмотрите, Жигуа, как принял Что у меня Витя Мозес и Куниси Промес Вообще сейчас особо не забивают и не раздают передачи Вот это меня реально напрягает Джон Терри Рут Гулит Витя Мозес Передача Секелю Секелю, говорю, Вячеславу Кротову Вот такая вот контратака у нас получается Куниси Промес бежит по левому флангу Куниси Промес развивает скорость Куниси Промес Куниси Промес Куниси Промес И это очередной голландец Который делает красоту в этом матче Счет становится 3-0 Лужники приветствуют чемпионов Я думаю, что уже 100% Спартак в Лиге Европе Вопрос лишь только Какая у нас будет группа И способны ли мы сделать 6-6-0 На групповом этапе Лиги Европы Я бы очень сильно хотел этого сделать И Куниси Промес Доказывает, что он Куниси Промес Это стилистический гол Куниси Промес Это второй голландец в этом Спартаке Совсем скоро, возможно, будет еще и третий, четвертый И смотрите, просто Поган отдает нам мяч Типа, нате, забивайте нам больше голов Мы просто не хотим играть в футбол Мы бесимся Рут Гулит Рут Гулит, тем не менее, перехватывает мяч Рут Гулит И вот такая перебросочка от Рута Гулит Ай-яй-яй, какой хитрый пижон Рут Гулит Вы посмотрите, что творит Ай-яй-яй-яй-яй-яй Тем не менее, статистика у вас на экранах Я думаю, что здесь даже особо комментировать ничего не надо Тем не менее, Рут Гулит мог делать красоту Если бы этот мяч залетел Ну, я думаю, что Здесь уже было бы все Game set of the match, как говорится Сейчас, конечно, тоже game set of the match Все-таки по сумме двух счет 0-5, чтобы вы понимали Но, ладно, может быть, какие-то шансы все-таки у Погана есть Хотя бы на гол престижа Тем не менее, они атакуют Рут Гулит Снова Передача вниз И просто, смотрите, как широко играет моя команда И Куинси Промес просто бежит практически один на один Куинси Промес просто бежит один на один И просто встал, блин Это я лоханулся, если что Сразу скажу, это я отпустил стик Это я, короче, начал выпендриваться Зачем-то отпустил стик Оооо, джиги Какой привоз Но здесь почистил Как вовремя почистил, господи Какой великолепный у меня центральный защитник Под названием Самуэль Жиго Возможно, кстати, это был еще Джон Терри Но я их путаю, если честно Чем-то они все-таки сверху похожи Кто? А, это Витя Мозас Это латераль Так, здесь джики один в один остается И просто шедевральный отбор Шедевральный отбор Георгия Томазовича джики За Спартак Рут Гулит Рут Гулит теряет футболиста Жиго Терри, ты остаешься один-один И Джон Терри Джон Терри Это великолепно Это просто было великолепно Вячеслав Кротов Исикель Понце Понце Ай-яй-яй Исикель Бля, здесь тоже свалили По-моему, на Понце, нет? И Терри Ну, просто Не напрягается Джон Терри Рут Гулит Ай-яй-яй Рут Гулит Вот здесь, кстати, ошибка, если честно Рут Гулита была, правда Восемидесятая минута Матч просто Как-то сказать Спокойно Проходит В обычном будничном режиме Доигрываем эту игру Я думаю, что Поган тоже доигрывает этот матч То есть, чтобы не было Колоссального разгрома Они просто, ну Такую херню какую-то занимаются А мы продолжаем играть наш футбол Ну, блин, здесь, конечно, передача Блин, на Кротова Если бы прошла Это был бы просто шик, блеск, красота И здесь Снова Жиго И снова Терри Второй этаж На стороне англичанина Так, и все И все Я поздравляю вас Я поздравляю московский Спартак С выходом в групповой этап Лиги Европы УФА Это было очень просто Это было очень легко Это было максимально Изи А лучший игрок этого матча Это, конечно же, Руд Гулит У кого-то были сомнения 9,7 оценка Руда Гулита Это самая высшая оценка, по-моему, в этом сезоне Выше Ни один футболист, по-моему, не получал в Спартаке Хотя Пересмотреть надо ролики Может быть и было Выше Сейчас завершается трансферное окно Давайте посмотрим, кто у нас в итоге до конца подписался Будут ли еще у нас какие-то изменения в составе Может быть Все-таки я очень сильно хочу увидеть в этом Спартаке Робина Ван Перси Это прям будет идеальное завершение То есть, представляете Гулит Промес Ван Перси Это треугольник Который просто максимально будет сыгран Итак Итак Да Да Причем все подписались Пацаны Все подписались Я даже не знаю, как вас, ребята, интегрировать теперь в состав Я, конечно, понимаю, что у меня Сейчас будет игра на три турнира Это чемпионат, кубок и Лига Европы Да, потом суперкубок Еще, понятно, если мы что-то выиграем А мы что-то выиграем 100% Сейчас я уже в этом точно не сомневаюсь Но, чтобы все подписались Чтобы вы понимали У меня сейчас в моменте теперь Четыре голландца в Спартаке Четыре голландца Два или три бразильца Господи, это что за команда И Александр Соболев Робин Ван Перси Контракт подписан Для меня даже тренироваться с такими великими игроками Честь Благодарю вас за предоставленную возможность Робин Ван Перси Как же я хорошо Ты все-таки перешел ко мне в Спартак На старость лет Ему 37 Блядь, прошу прощения Ему 37 лет в этой FIFA И Робин Ван Перси должен еще попылить Хотя бы годик-другой Взять со Спартаком Требл И спокойно закончить карьеру Филиппе Луис У меня есть нужные вам опыт и мастерство Я уверен, что в этом году Трофеи будут нашими Йорит Хендрикс Хендрикс Всегда приятно играть в футбол В одной команде с хорошими мастерами И Александр Соболев Много лет ожидал возможности проявить себя Я уверен, Спартак Москва то, что нужно Ну, объективно Соболев припиздел Потому что он сразу отказался А потом пришлось через аренду его как-то Как с коммерсом работать Знаете, сначала проблему создаешь Потом решаешь ее Но в итоге Результат на добро, на табло говорю Пять лучших трансферов Чтобы вы понимали Все пять лучших А, нет, почти пять Два из пяти Это Спартаковские Со Спартаком связаны То есть это Максименко И это Рут Гулит Я думаю, что здесь вопросов Никаких быть не может Рут Гулит, чтобы вы понимали За 142 миллиона, оказывается К нам перешел И тут же нам предлагают Приобрести Ташаева Хендрикса Филиппе Луис И Робина Ван Перси Кстати говоря Александра Ташаева Я думаю, все-таки продам Во-первых, это топовый клуб Англии МК Донс Ну, так скажем Средний, точно И плюс предлагают Хорошую сумму Я думаю, что Саня Ташаева Учитывая, что у меня Теперь точно забитые позиции То есть кто-то даже Вообще сидит на скамейке Запасной будет А точно его продам Саня Ташаев, извиняй Но твоя дорога в Европу Тем более в Англии Я сразу сказал То, что я буду продавать Если будет хорошее предложение И также из европейских Топовых клубов Итак, Робин Ван Перси Теперь будет у меня В стартом составе в Спартаке Господи, какая у меня команда Представьте, у меня даже места нет Куда кого ставить Рассказов, мальчик Оль Извиняй Саня Соболев Бля, куда кого ставить Ребята, мне вообще уже Просто мест нет Просто мест нет Ладно Гулиев Ну, примерно вот так Это все будет выглядеть Придется постоянно Ротировать состав А давайте сейчас попробуем Вместо Мартинса Попробовать Хендрикса Вместо Вити Мозеса Выпустить Даню Алвеса Данюшечку Алвеса И вместо Секеля Понса Александра Соболева Посмотрим, как изменится команда В таком направлении Учитывая, что у меня А, у меня 4 голландца Причем у меня 4 голландца На одном фланге Ван Пирси Промес Гулит И Хендрикс У меня половина состава голландцев Ребята Никита Аниги Нихелс Готов Рвать и метать Кстати, соревнования Я хочу посмотреть Лига Европы Это был точно раунд плей-офф Или нет? Что? Это не был раунд плей-офф? Мне еще придется один раунд играть Бешикташ Нам попадается А, нет Это был раунд плей-офф И мы попали в групповый этап Смотрите, соперники какие у нас Бешикташ Атлетика Бильбао И последний Нам еще неизвестен клуб Потому что он будет проходить еще Чтобы вы понимали Группа уже смерти Бешикташ Атлетика Бильбао Спартак Москва То есть российский клуб Испанский клуб Турецкий клуб топовый И еще будет одна команда Я не знаю, что это будет за команда Господи, что это нахрен такое сейчас Блин Будет Мне придется сейчас Просто максимально жестко играть Тем не менее Нас с вами сейчас Вернее уже в следующем выпуске Потому что этот я думаю заканчивать Он и так получился Очень насыщенный, яркий И Наконец-таки Многоголовый В следующем выпуске Нам с вами предстоит играть Против московского ЦСКА В московском дерби В Сея-Руси Главном матче года Российского футбола Также нам придется Встретиться в полуфинале Кубка России С Петербургским Зенитом Этот матч будет тоже года Потому что от него будет зависеть Мой возможный требл Но это уже будет в седьмой части И возможно в седьмой части Мы также еще В чемпионате России сыграем И А уже наверное с восьмой части Мы с вами начнем Выступление в групповом этапе Лиги Европы УФА Сентябрь месяц То есть уже сезон Самое-самое то Идет и отправляется Тем не менее Тем не менее По итогам Давайте сейчас зайдем в турнирную таблицу Быстренько подытожим Сегодняшний выпуск По итогам 11 туров То бишь почти половина чемпионата Мы сыграли По итогам 11 туров У нас 6 побед 5 ничьих 16 забитых Всего лишь 2 пропущенных мяча 23 очка Столько же сколько и у Ростова Но при этом по статистике Забитых пропущенных Мы лучше И наверное по личным встречам Может быть тоже лучше Хотя мы с ними не играли Да мы с ними еще не играли Просто по забитым пропущенным И лучше Тем не менее Первое место Наконец-таки сравнялись Со всеми То есть по играм То есть уже равны То есть уже нет такого Что там кто-то сыграл 7 игр Кто-то 11 Как в чемпионате Англии Здесь уже плюс-минус у всех По-ровному Тем не менее В зоне вылет у нас Терек, Урал И там Бовс, Арсенал Ну это в принципе база Они в реальной жизни Не очень хорошо играют Но в зоне Верха Реально плотно То есть Ростов, Зенит, Спартак И в целом Рубин Тоже могут претендовать На место первое Здесь вопрос только тот Кто будет отрываться дальше И кто как будет пытаться Дальше играть Давайте посмотрим Кто у нас на данный момент Лучший бомбардир Лучший бомбардир у нас Неудивительно Это Сикель Понса За 11 матчей у него 7 голов Потом идет Миша Игнатов У него 4 мяча И все в целом на этом Ну 2 мяча еще у Сани Точнее Аяза Гулиева Как-то так В общем на этом заканчиваю выпуск Всем огромное спасибо за просмотр Надеюсь он вам был интересен Мы с вами сегодня действительно Очень ярко поработали В первую очередь На трансфинном рынке Сегодняшний выпуск Он очень важный Мы сделали задел на будущее Всем огромное спасибо за просмотр Всем пока Увидимся с вами совсем скоро